Дарья Донцова. Любимые забавы папы Карла. Серия «Иронический детектив». Москва. Издательство «Эксмо», 2004 год. Глава первая. Глава первая. Нет. Хотя на свете есть много вещей, которые лично мне кажутся необъяснимыми. Ну, например, с какой стати мой муж, Олег Куприн, терпеть не может Киру Нифонтову. Кирка совсем даже не глупа, вполне симпатична внешне, всегда готовит к приходу Олега его самое любимое блюдо и ни разу не попросила моего супруга о каком-либо одолжении. А ведь рано или поздно все наши знакомые, пометуя о том, что Куприн служит в милиции, начинают звонить и конючить. «Слышь? Помоги. У меня номера с тачки сняли». Олег уже устал объяснять народу, что не имеет никакого отношения к владельцам резиновых жезлов и машин с бело-синими полосами. Но не является он сотрудником ГАИ. Да и к военкомату он тоже не имеет отношения. Еще Олегу не надо звонить с криком «Мы горим!». Для таких ситуаций существует хорошо всем знакомый номер 01. Навряд ли Куприн сумеет отыскать пропавшую кошку и наказать соседа пьяницу он не вправе. Это работа участкового инспектора. Но никакие доводы разума на наших знакомых не действуют. Поэтому, оказавшись в любой нештатной ситуации, они моментально хватаются за телефон и кричат «Куприн! На помощь! Скорей!». Олег человек добрый, дружба для него понятие круглосуточное. Поэтому он, вздыхая и чертыхаясь, едет в ГАИ или в военкомат, вызывает пожарную команду и связывается с районным отделением милиции. Так вот, Кирка Нифонтова никогда не обращалась к Олегу. Она ни разу не обременила его даже самой крохотной просьбишкой. И вот поди же ты! Приведя Оле Скопцовой, пришедшей в очередной раз с мольбой выручить ее сына Аболтуса из обезьянника, в который милый мальчик по чистой случайности попадает в пятый раз за месяц, Куприн тут же распахивает холодильник и гудит. «Садись, Олька, не рыдай! Сейчас мы с тобой в водочке хряпнем, селедочкой закусим, вот жизнь и наладится». Но стоит Олегу увидеть лучезарно улыбающуюся Киру, которая принесла ему в подарок собственноручно связанный шарф, как он, вежливо буркнув спасибо, сразу убегает прочь. Именно сегодня, в субботу, в семь часов вечера у него обнаруживаются срочные дела невероятной важности, о которых он забыл. Я же остаюсь в глубоком недоумении. На мой взгляд, следовало стримглав уноситься от вечно рыдающей Оли Скопцовой, а Кирке Нефонтовой предложить водки с селедкой. Вот и сегодня. Едва увидев Киру, Олег мигом заявил. «Черт! Надо на работу съездить». «У тебя выходной», быстро напомнила я. Куприн моргнул раз, другой, третий. Видно, ему в голову никак не приходил нужный предлог для срочной ретировки из дома. «Садись», сурово сказала я. «Чаю попьем». «Вон Кира опять твое любимое суфле принесла». «Эм...» протянул мой майор. «Да, ну...» «В общем, мне худеть пора». «Ты замечательно выглядишь», не упустила случая сделать комплимент Кира. «Живот торчит», — влезла я. «Это комок нервов, а не пузо». Улыбнулась всегда защищающая Куприна Нефонтова. «Думаете, Олег с благодарностью посмотрел на нее?» «Отнюдь». Мой муж плюхнулся на стул и уставился в окно. Поведение Куприна было просто неприличным. Уж не знаю, что подумала Кирка, но она, даже не моргнув глазом, принялась щебетать о своих новостях. Лично мне Кира напоминает некую смесь певицы, Верки Сердючки и моей любимой радиостанции. Она постоянно повторяет «Все будет хорошо». «Я точно знаю, все будет хорошо». Вот и сейчас от нее исходили лишь положительные эмоции. На даче в подвале прорвало трубу. Но это очень кстати, потому что теперь хозяева знают, что менять. Домработница Киры невесть где летом подцепила грипп и не является уже две недели на службу. Но это очень здорово, потому что раковые клетки погибают при высокой температуре. Значит, Нюся в ближайшие пять лет может не бояться никаких опухолей. Чем больше щебетала Кира, тем мрачнее делался Олег. Я же решила на всякий случай пнуть муженька под столом ногой, но тут на кухню вошла Томочка и спросила, «Никто мои ключи не видел?» «А зачем они тебе?» Вдруг оживился Олег. «Я на рынок собралась. Ты же мигренью мучаешься». Куприн проявил несвойственную ему внимательность. Томуся вяло улыбнулась. «Мне уже легче». «Наверное, я должна была воскликнуть. Что за ерунда? Нельзя с головной болью за харчами шастать. Сейчас сама сгоняю». «Но в присутствии Киры этого не скажешь. Подруга пришла в гости, и ей надо оказать внимание». «Знаешь, — протянул Олег, — «пиши список. Я сам схожу на обтушку». «Ты?» — вытаращилась Тамарочка. «Да. А что тут удивительного?» «Я закашлялась». «Совершенно ничего. Кроме того, что Куприн до зубовного скрежета ненавидит любые магазины, кроме тех, где торгуют запчастями для автомобилей и рыболовными снастями?» «Надо же! До какой степени он терпеть не может несчастную Нифонтову, раз готов удрать из дома за едой?» Тамарочка, очевидно, была удивлена не меньше. «Ну, — промямлила она, — спасибо. Вот бумага, — засуетился Олег, — и ручка. «Составь список, напиши подробно. Я никакого самовольства не допущу. Буду действовать по твоей указке». Томуся села за стол и принялась выводить ровные строчки. «Первое — килограмм сахара, второе — пакет гречки, третье — вилок простой капусты, четвертое — цветной, пятое — десяток яиц, шестой килограмм муки, седьмое — батон белого хлеба, восьмое — средство для мытья посуды, девятое — пакет молока, десятая — газета «Ух». Последнее, конечно, несъедобно усмехнулась подруга. Но я люблю читать это издание перед сном. Жуткие глупости пишут, феерические сплетни. Лежу и веселюсь. «Никто тебя не осуждает?» — отозвался повеселевший Олег. «На то она и газета, чтобы ее покупать». «Ну, я побежал, покедово. Скоро не ждите. Список большой, часа три потрачу». Томочка хихикнула, а потом сказала. «Чаек попьете?» «Ага», — хором ответили мы с Киркой. «Уж не обижайтесь, меня мигрень просто сгрызла. Пойду лягу». Вот бедная. От души посочувствовала Кирка. «Топай скорее в кровать», — велела я. Спустя пару мгновений мы остались с Кирой вдвоем. «Может, теперь кофейку?» — предложила я. Внезапно Кира схватила меня за руку. «Сядь и послушай. Ты должна мне помочь. Я попала в идиотскую ситуацию». «Ты?» — изумилась я. Кира кивнула. «Что случилось?» «Глупость страшная», — бормотала Кира. «Просто несусветная. Я сама виновата. Но от осознания сего факта легче мне никак не делается. Ладно, слушай». Чем дольше Кирка излагала свою историю, тем больше у меня отвисала челюсть. Вот уж от кого, от кого, а от нее я не ожидала ничего подобного. Кирку я знаю очень давно. Моя мачеха Раиса когда-то убирала у ее родителей квартиру. Раиса была честным человеком, ей в голову не могло прийти взять чужую вещь. Но однажды у Елены Семенны, мамы Киры, пропало сапфировое ожерелье. Раису обвинили в воровстве. Моя бедная мачеха клялась, что и в глаза не видела дорогостоящего украшения. Но хозяйка устроила вселенский скандал и с воплем «Только потому, что ты одна воспитываешь ребенка, я не пишу заявление в милицию», вытолкала Раису вон. Раисе пришлось пересекать большой двор, как на зло полный жильцов, под вопли бывшей хозяйки «Воровка, негодяйка, мерзавка». Домой мачеха вернулась пьяной. Когда я открыла дверь, Раиса упала в прихожей, шибла локтем зеркало и моментально заснула, не заметив, как падчерица обметает ее веником. Утром, жадно глотая холодную воду, Раиса мрачно заявила. «Отдохнула я. И что с того? Все вокруг квасят. Ну, скажи, Елена Семеновна, райка водку жрет, так и ответить нечего, потому что это правда. Но чтоб я хоть нитку чужую взяла...» Злые слезы потекли по ее щекам, и я бросилась утешать мачеху. Через три дня в нашу крохотную квартиру явилась сама Елена Семеновна, высокая, статная генеральша. Заполнив своим пышным телом прихожую, она громко велела. «Зови сюда Райку!» Я быстро загородила собой вход в комнату, где на диване дрыхла пьяная мачеха, и сказала, «Идите отсюда! Раиса честная! Никогда на чужое даже не посмотрит! Лучше не начинайте скандал в нашей квартире! Хоть вы и замужем за генералом, я милицию позову, и вас за хулиганство арестуют!» Елена Семеновна легко сдвинула меня в сторону, протиснулась в комнату, села около дивана и стала тормошить Раю. «Эй, проснись!» «Чего тебе?» простонала мачеха, садясь. «Прости!» закричала Елена Семеновна. «Ну, прости меня!» Оказывается, генеральша наняла новую домработницу, а та из усердия сделала то, что ленилась делать Раиса. Отодвинула от стены тумбочку, а жерелье нашлось за мебелью. Мачеха к Елене Семеновне не вернулась. «Ну, ее!» — сказала мне она. «Лучше уж подъезды мыть, до улицы мести, оно спокойней!» Генеральша, чувствуя свою вину, щедро одарила бывшую домработницу, а еще она взяла меня на лето на свою дачу. «Мы жили в одной комнате с ее дочкой Кирой и, наверное, могли бы стать лучшими подругами, но у меня к тому времени уже была тумочка, потому что Нифонтова оказалась другом номер два». Но Киру это не обидело. У нее тогда был замечательный, совершенно неконфликтный характер. Кирка из той породы людей, которых принято называть везунчиками. Удача буквально преследовала ее по пятам. Кира выросла в очень благополучной семье, возле любящих родителей, никаких братьев, сестер, племянников не имела, все внимание, все деньги, вся забота достались ей от папы и мамы целиком. Никаких проблем у Киры не было. Правда, отец к ее умер, когда Нифонтова еще сама не зарабатывала, но никаких материальных тягот вдова и дочь генерала не испытывали. Я не знаю, где Эляна Семенна брала деньги, но Кира по-прежнему щеголяла в шубке и симпатичных сережках. После окончания института мать подыскала дочке жениха. Другая бы девица начала возмущаться, вопить, не лезь в мою жизнь, я сама замуж выйду. Ну, а Кира благополучно не подхватила в свое время инфекцию под названием «Первая любовь». Она никогда ни в кого не влюблялась, не бегала по вечерам тайком от родителей в кино, не целовалась в подъезде и не обнималась на лестнице на последнем этаже, где тросы лифта со скрипом уезжают в крышу. Наверное, по этой причине Кира незамедлительно потеряла голову, познакомившись с Борисом, которого Елена Семенна привела к дочери за руку. Короткий бурный роман завершился шумной свадьбой. Спустя довольно большой срок после бракосочетания Кира родила близнецов, королевскую парочку, мальчика и девочку. Ей и тут повезло. Тот, кто воспитывал двух пацанят, очень хорошо меня сейчас понимает. Наследниками Нифонтова обзавелась не сразу, успела пожить для себя и для мужа. Жизнь Киры текла без всяких потрясений. Единственное горе за долгие годы — смерть Елены Семенны. Но судьба оказалась весьма благосклонной к вдове. Генеральша дожила до очень преклонных лет и сошла в могилу внезапно, не болея ни дня. Смерть ее можно назвать завидной. Ясным днем Елена Семеновна вышла на веранду дачи, вдохнула свежий воздух и, радостно воскликнув «Хорошо-то как!», упала замертво. Аневризма сосуда головного мозга. Так, кажется, называется эта болячка. Елена Семеновна не мучилась ни минуты, она даже не поняла, что уходит на тот свет, и в гробу лежала с улыбкой. Борис, муж Кирки, оказался замечательным супругом и отличным отцом. Он великолепно зарабатывает, впрочем, Кира тоже ходит на службу. С деньгами у них полнейший порядок. Есть замечательная дача, две машины, собака, а дети никогда не доставляли им хлопот. Просто образцово-показательное семейство, про которое даже нельзя написать в газете, потому что журналиста обвинят во лжи. Редактор прямо заявит на летучке, что за сладкие слюни ты приволок. Таких семей теперь не бывает. Пасторальная картина. Чтобы окончательно добить вас, сообщу, что Боря обожает делать Кирке подарки, причем старается проявить выдумку и сообразительность. Лишь бы что, типа флакона духов, он не приносит. На годовщину свадьбы в прошлом году Боря презентовал Кире ожерелье, перед которым меркло даже то, запфировая, в краже которого когда-то обвинили Раису. Ошейник, усыпанный бриллиантами, а в центре крупный изумруд редкой чистоты. — Камень из Боливии, — пояснил Боря, вытаскивая из коробочки украшения. А вот тут выложена буква К. — Ты делал его на заказ? — восхитилась Кира. — Конечно, — удивился Боря. — Неужели я подарю тебе ширпотреб? А жерелье Кира убрала в сейф. Оно было слишком ценным, чтобы просто так валяться в комоде. И вот сейчас, сидя на кухне, Кирка рассказывает мне ну совершенно невероятную историю. Зимой она, солидная замужняя дама, мать двоих детей, кандидат наук, влюбилась. — В кого? — задала я совершенно идиотский вопрос. — Мужчину! — усмехнулась Кира. — А если поподробнее? — начала злиться я. — Его зовут Эдик, — тихо сказала Кира. — Эдуард Николаевич Малина. Странная фамилия, — засмеялась я. — По-моему, замечательная. Резко отбрила меня Кира, и я захлопнула рот. Ну и ну, здорово же ее скрутила. А Кира, не обращая внимания на выражение моего лица, продолжала рассказ. Глаза ее горели, щеки олили румянцем. Сейчас подруге запросто можно было дать двадцать лет и не днем больше. Ситуация оказалась простой, как веник. В декабре прошлого года Кира ехала домой. Она очень хорошо водит машину, но, что характерно для многих женщин, совершенно не разбирается в моторе. Внезапно иномарка умерла. Кирка попинала колеса ногами, но, естественно, никакого положительного эффекта не добилась. Чертыхнувшись, она вытащила мобильный, чтобы вызвать техпомощь, но тут около нее притормозила машина, не слишком новая и совсем недорогая. — Что случилось? — спросил шофер. — Да вот! — сердито воскликнула Кира. — Не едет. Водитель вылез, посвистывая, заглянул под капот заболевшей лошадки и вздохнул. — Прямо тут на дороге я вам не помогу. Хотите, приятеля позову. У него здесь в двух шагах сервис. Кирка согласилась. Дальше все происходило словно в сказке. Незнакомец, назвавшийся Эдуардом, развел бурную деятельность. Спустя наикратчайшее время прибыл эвакуатор, принадлежавший мастерской. Он бесплатно дотащил машину до автосервиса, где устранили неполадку в один момент, взяв за труд сущие копейки. Кира захотела отблагодарить Эдуарда и предложила. — Давайте сходим в ресторан. Я накормлю вас ужином, если, конечно, вы не очень к семье торопитесь. — С какой стадии ты сделала незнакомому парню подобное предложение? — перебила я подругу. Та закашлялась. — Ну, понимаешь, он же время на меня потратил. — И ты решила отнять у него еще больше этого самого времени, зазывая благодетеля в трактир? Ну, дала бы ему денег. Но он не выглядел человеком, которому можно всучить мзду, протянула Кира. — Скажи честно, Эдуард тебе просто сразу понравился, воскликнула я. Кира секунду сидела, не шевелясь, потом кивнула. — Да, чего уж теперь скрывать, знаешь он какой. — Ой-ой-ой, он весь такой йо-йо-й, так кажется, поет певица глюкоза. Только эта песня исходит из уст молоденькой девушки, почти девочки, и адресована она ее одногодком. Такой, не такой, как все, замечательный, самый лучший, такой-растакой. Но кто из нас, милые мои, никогда не произносил подобных слов? Маленькая деталь. Нам с Киркой не двадцать и даже не двадцать пять. Пора уже и голову на плечах иметь. Но Кируське начисто отшибло мозги. Эдуард заявил, что он вполне свободен и готов рулить в харчевню. А у Киры муж на той неделе уехал в командировку. Дети были с няней в санатории. Ну, в общем, понимаете, чем закончилось дело. Продолжение следует...